Здарова народ, всем отличного настроения, вы смотрите канал China Gadgets и сегодня мы с вами поговорим об одной игровой пушке от компании Honor. Да, вы не ослышались, Honor анонсировали свой новый полностью игровой смартфон, который получил название Honor X40 GT и попутно действительно мощное железо, молниеносный экран, неплохие камеры, отличную автономность и приятную цену. А знаете, ребят, где я публикую секретные топовые скидки на лучшие смартфоны и электронику с Алиэкспресс и местных магазинов? Правильно, в нашей группе в Телеграм, так что если вы в поисках нового смартфона, но при этом нет никакого желания переплачивать, тогда милости прошу к нам в Телегу. Так тут я вручную мониторю, отбираю для вас лучшие предложения и цены и публикую их на страницах нашего сообщества. Тема крайне годная и максимально полезная, все необходимые ссылочки вы всегда найдёте в описании под этим видео. Да-да, полностью игровой смартфон от компании Honor это что-то новенькое, но тут я кстати не соглашусь, так ранее Honor уже пробовали себя в игровых решениях. Не много, но опыт у них был, с некоторыми модификациями линейки Play, тут же приставку Play убрали и добавили новомодное GT, и приставочка эта тут совсем не зря. Так смартфон, как я уже сказал, в первую очередь ориентирован на геймеров, и если исходить из его характеристик к стоимости, мы с вами получим одно из лучших сочетаний мощности к цене. Но изюминкой на тортике будет ещё и экран, и с ним ребята из Honor кстати тоже не экономили, да-да, 144 Гц, это уже то что доктор прописал, и при том всё это будет обыграно в привычном дизайне X40 линейки, то есть с максимально минимальными тонкими рамками вокруг дисплея, и конечно же здоровенным кругляком камеры сзади, хотя всё же задник мне лично напоминает больше предшествующее X30 поколение, так в X40 кругляк стал таки более утончённым. Кстати, X40 я вообще лично считаю самым удачным смартфоном с точки зрения дизайна с ценником до 20 тысяч рублей, и да, он кстати скоро должен появиться и у нас на местном рынке. Итак, меня частенько спрашивают где именно лучше всего покупать смартфоны по месту, то тут от себя лично, так я сам постоянно там заказываю смартфоны и гаджеты для обзоров, могу порекомендовать магазин Цифрус, это не реклама ребят, а мой личный совет. Мои постоянные зрители знают, что я заказывал там уже кучу всевозможных смартфонов, планшетов и прочей техники, и всё потому что в Цифрусе, ну ребят, действительно одни из самых лучших цен по стране. Достаточно просто взять и сравнить парочку любых позиций из того же Цифруса и любого местного магазина, я думаю дальше комментировать уже ну не будет какого-то смысла, так разница видна невооружённым глазом. Сам беру, ребята берут, подписчики, зрители берут, поэтому могу рекомендовать на личном примере. Итак, вы ребят частенько спрашиваете в комментариях, где можно купить тот или иной смартфон подешевле, я и рекомендую вам этот магазин. Магазин я лично проверил и неоднократно, ссылочку на него я оставлю в описании под этим видео. По ней, кстати, вы ещё и получите приятный подарок своему будущему девайсу. Сердцем новенького игрового топа от компании Honor стал высокопроизводительный восьмиядерный драконичь, а именно Snapdragon 888. И тут, да, многие ждали Snapdragon 8 Gen 1 или Dimensity 9000+, или на кроняк 8100, но Honor решили поставить в своего зверя именно флагманский драконичип прошлого поколения. Нет, производительности ему будет хватать с головой, камень в новом Honor X40 GT набирает под 850 тысяч очков, что за глаза хватит для любых современных задач и тяжёлых игр. Но что до нагрева и троттлинга, то 888 явно не славился своим кротким нравом. Это действительно довольно тёплый чип, особенно под нагрузкой, и реально справиться с ним могли смартфоны только с активной системой охлаждения. В Honor X40 GT активной системы охлаждения не будет, пиши пропало. А вот тут спорный момент, так инженеры компании Honor утверждают, что смартфон не будет перегреваться даже в продолжительных игровых сессиях. То есть, они нашли подход к пылкому драконьевому чипу и обуздали его. А фирменная утилита GPU Turbo X поможет раскрыть полный игровой потенциал новинки. Так сказать, всё по максимуму. Что ж, заявление, конечно же, смелое, и проверить его мы, как всегда, сможем только в наших реальных тестах и сравнениях, как всегда, с FPS, нагревом и троттлингом. Так что набираем дружненько под этим роликом 2000 лайков, и я покупаю новинку и тщательно тестирую по всем канонам жанра. Далее по списку идёт экран. Экран это уже привычная нам по диагонали матрица на 6,67 дюйма, выполненная по технологии AMOLED. Правда, в некоторых источниках говорится об EPS панели, и я тоже к этому больше всего склоняюсь. Так вот, панель будет Full HD+, а частота обновления в 144 Гц. И если мне не изменяет память, это самый быстрый дисплей на смартфонах от компании Honor. До этого максимум были только на отметке в 120 Гц. Так что, по мне, для доступного игрового топа это прям самое то. Ну и разумеется, тут будут минимальные тонкие рамки. И да, отверстия под глазок фронтальной камеры прямиком в дисплее сверху по центру. Но к этому уже стоило привыкнуть. Что по камерам, то фронталочка тут будет на 16 или 8 мегапикселей. Основная же сможет похвастаться датчиками на 50, 8 и 2 мегапикселя. Что ж, в целом, по качеству фото, ну, я думаю, конечно, фототопы аппарат не метит. Но, в общем, должен быть адекватным по части камер. Что до видео, то точно будет 4К видеосъёмка с системой стабилизации. Остальное мы, как всегда, заценим в наших фирменных тестах и сравнениях. Ну и, конечно же, автономность. Тут ребята поставили баночку на 5000 мАч. PSO не супер жир, но и неплохо. Главное, без урезок. Ну и заряжаться он будет от довольно быстрой 66-ваттной зарядки. В целом, тоже крепкий зачёт. К дополнительным особенностям новинки могу отнести, конечно же, фирменную и максимально актуальную оболочку Magic UI на базе не менее актуального на данный момент 12-го андроида, стереодинамики, разъём 3,5 мм для подключения наушников и, конечно же, NFC. Что же до ценников, то вот тут прям точной информации пока что нет. Но ребята из Honor обещают удержать цену смартфона на отметке в 300 баксов. И это было бы очень и очень круто. Но так, на данный момент есть такие цифры. За базу 8128 производитель запросит 299 долларов, а за топ 12256 уже 379 баксов. Что в целом было бы очень и очень неплохим предложением, особенно для фанатов бренда. Да и так делало бы смартфон одним из самых мощных девайсов на рынке за свой прайс. В любом случае машинка будет интересная. Запуск намечен уже на 13 октября. На этом, думаю, всё. Всем огромнейшее, ребят, спасибо за внимание и поддержку видео, лайков, подписок и одобряющих комментариев. Всем удачных покупок, годных гаджетов и до новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»!